Бармен и официант часто лучше разбираются в людях, чем хороший предприниматель с 20-летним стажем. Потому что Россия – это страна, где дедукция не работает. Человек в рваных тапочках и рваных джицах может прийти и купить себе бентли. Бармен – лучший метод социальной защиты. Мышление в информационный эпоху – самое важное. Знания можно гуглить. Stay hungry, stay foolish, it's a pretty good success career advice. Кстати, вы вообще поняли, что я сейчас произнес? Честно сказать, я и сам не понял, мне эту фразу подсказал коллега. Но я уже решил, каким образом восполню пробелы в моих знаниях и готов с этим поделиться с вами. Многие уже наверняка знакомы со Skyeng – крупнейшей онлайн-школой английского языка. Лично у меня нет времени посещать курсы или договариваться с репетитором. Со Skyeng я могу заниматься в удобное для меня время. И с преподавателем, который будет подобран с учетом не только уровня знаний, но и опираясь на мои цели и увлечения. Домашние задания в Skyeng оцениваются автоматически. И вместе со всеми уроками они хранятся в вашем личном кабинете для того, чтобы вы всегда могли вернуться и при желании повторить пройденный материал. В общем, оценить эти и множество других преимуществ Skyeng можно благодаря пробному уроку, который предоставляется бесплатно. Но с помощью промокода от моего канала у вас будет возможность получить два бесплатных занятия. Ссылку на пробный урок и промокод вы найдете в описании. Удачи! Всем привет! Меня зовут Сергей, вы находитесь на канале Ментал ТВ. В этих видео мы общаемся с людьми разных профессий, которые делятся своим опытом взаимодействия с людьми. И сегодня наш герой – Роман Глубаковский, предприниматель. Роман, здравствуйте! Добрый день! Скажите, чем вы занимаетесь, какой у вас род деятельности? Я серийный предприниматель, основание группы компаний Indiegate. Я продаю франшизы, бизнес-концепции, создаю бизнесы под ключ, затем их реализую и запускаю. Иногда мы их не управляем и развиваем. Я за 10 лет открыл больше 120 компаний. В этом году мы должны открыть порядка 60 объектов под ключ. А какие это компании? Общественного питания, государственный заказ, совершенно разные. Швейка, легкая промышленность. Достаточно простые бизнесы, ничего технологичного. Когда вы вообще впервые начали работать с людьми в рамках совместной работы, первого бизнеса? Первый опыт. Ну, официальный бизнес у меня повез, как мне повелось 18 лет. Будем считать, что с этого момента. Наверняка, на первых порах, бывали те или иные ошибки. С какими ошибками вы сталкивались? Ошибки есть всегда. Первый – это ошибка доверия. А какие были ошибки у вас в начале опыта? После которого все провалилось? Возможно, первый – бизнес или второй? Недоценка роли безопасности в бизнесе в России. Недоценка юридической части. Вы об аддитизме говорите? Я об этом не говорю. Недоценка важности юридической части. Внимательно читайте договора, грамотных составляйте, чтобы они соответствовали реальность. И недоценка, конечно же, не об важности рекламы. Реклама – это то, что оценивают почти все начинающие предприниматели. И так пойдет, не пойдет. Вы никому не нужны. Ваш продукт, ваша услуга, ваш товар должны быть лучшими и правильно донесенными для конкретных людей, у которых есть потребность. И вот эта коммуникация с клиентом – это самое сложное, самое дорогое и самое неочевидное. А можете вспомнить себя тогда, Романа, который начинал бизнес в 15-18 лет и сейчас? Какие изменения произошли в вашем характере? Ну, характер, наверное, не изменился. А так стал быстрее говорить, лучше разбираться в людях и больше предметности, меньше лишних действий. Что на это повлияло? Опыт. Исключительно опыт? Безусловно. Как это повлияло на это ваше образование? Какое оно у вас? У меня образований несколько. Первое у меня социологическое образование, второе – управленческое, третье – незаконченное психотерапевтическое. У меня учена диссертация по циклу жизни компании «Малый бизнес». Правда, не кандидатская еще. Как это повлияло на ваше взаимодействие с людьми? Социология, она дала подход масштаба, подход тренда и понимание, что все пройдет. Что всеми нами рулят более серьезные механизмы, чем мы их создаем. И мы всего лишь песчинки в огромном бархане существования. И к этому надо носиться только так. Отравление дало структуризацию, а любой социолог хочет стать психологом. Поэтому психология, она дала уже все нюансы на местах, на низком уровне. Поэтому я начал с общего, пришел к частному. На что вы ставите ставку? На опыт или обучение, курсы, образование? Опыт. Хочешь чему-то научиться – начни делать. Только так. Курсы образования, безусловно, важны. И они были моим базисом. У меня были хорошие курсы. Мои родители этим занимались. И к университету я прошел хорошую базис маркетинга, менеджмента, экономики. Это курсы, которые вы прошли? Да. В различных начинающих MBA и политических. Их было не так много, но они были крайне качественные. И это дало базис понимания. И книги, конечно. Я начал рано читать фундаментальные книги. То есть не какая-то желтизна, а вещи про сложные процессы. Какие книги вы читали? Я читал Дома Смита. Я читал выписки Маркса. Я читал общую энциклопедию по экономике и по военному делу. И военному искусству. В большей степени люди, которые работают рядом с вами, это ваши изначально знакомые или незнакомые люди? Мы клановая компания. И это большинство директората, руководства компании. Это люди, которых я знал до того, как они начали работать. Ну, примерно 70%. Кого знал, 30% новые страны, которые стали, разумеется, своими, сформировали свой клан. Но это отдельная история. При поиске человека на работу, при возможной собеседовании, когда вы начинали, у вас есть какая-то технология, которую вы придерживаетесь, чтобы начать работать с этим человеком и привлечь его в вашу команду? Наверное, нет. Каждая ситуация уникальна. И главный базис – это заинтересовать, понять, что человек может или не может. Какой у него есть опыт, какое у него жгучее желание развиваться или нет его. И сможет ли он выполнять конкретно поставленные задачи. Достаточно набор базовых, общеизвестных критериев, но именно они и решают. Все остальное – это вариации на тему. Ну, вот сейчас я этот вопрос задавал, чтобы вы рассказали о своей формуле мотивации. А, о формуле мотивации. Любыми людьми управляют треугольями. Это страх, выгода и идейная составляющая. И посередине этого треугольника мы можем вписать этот круг. Это будет комфорт. Потому что если выпадает одно из звеньев или одно начнет превалировать, комфорт теряется. Вот. По этому принципу все и построено. Людям должно быть комфортно, потому что им выгодно. Они имеют должную степень потерять это, бояться. И есть, конечно, идейная составляющая. Им интересно, их это воодушевляет. Или есть идеологическая часть. К слову, идеологическая часть. Реально ли работать с человеком не за оплату, а за идею? Чтобы он не выгорел в итоге? Некоторое время, да. Как долго это может продлиться? И что нужно, чтобы это максимально долго существовало? Во-первых, это мы просто говорим о коммерции или некоммерции. А вообще, потому что в коммерции есть всегда фактор денег. Ну, в коммерции, например. Возможно ли это? Это возможно. Вопрос интенсивности, вопрос загрузки, вопрос статуса человека. При каких условиях это возможно? Абсолютно при разных. Если у человека нет ничего, стажуры, которые приходят нам в компанию, это часто молодые девушки-студентки, экономисты, экономических маркетинговых вузов, они приходят в компанию для получения опыта. И чтобы была интересная работа в будущем. То есть у них сугубо профессиональная идеологическая мотивация. Либо приходят люди на такие полевые работы, это различные курьеры, младшие проект-менеджеры, то есть люди, которые работают на местах с людьми, они люди, которые не могут найти себя. И они приходят на стажировки бесплатные, чтобы научиться чему-то. Научиться новой профессии и делать интересную работу. Потому что у нас даже рядовой, самый нижний состоящий сотрудник делает всегда что-то интересное. Будь это разнорабочий, будь это тайный покупатель, или будь это курьер. Такое количество интересных задач мы можем сгенерировать, как никто другой. И когда этот человек может уйти? И стоит ли вообще его удерживать, когда он решил уйти? Мы вообще никого не удерживаем. И от нас очень мало кто уходит. Давайте перейдем в другую сферу жизни вашу, это страйкбол. Кем вы являетесь в этой игре? Я являюсь. Вообще расскажите, что такое страйкбол. Возможно, не все это знают. Максимально близкая военно-спортивная игра к реальным боевым действиям. Полная реконструкция боевых действий с использованием легкой пневматики, которая стреляет пластиковым 6-миллиметровым шариком и причиняет боль. Там значительное количество пиротехники. Сейчас активно идет использование машин, беспилотников, приборов наблюдения, тепловизоров в том числе. То есть это технологичное сложное мероприятие. Я являюсь командиром одной из кадровых команд Санкт-Петербурга и имею опыт организации больших мероприятий и командования до 400 человек. Поделитесь опытом командования 400 человек. Как это происходит? Ну, по командованию больше после 100, но примерно одинаково, ты не знаешь этих людей. То есть твоя задача очень коротко и быстро себя поставить, занять людей и доказать, что ты один из них, но при этом ты знаешь, куда вести. Страйкбол это ситуация, когда ночь и там пехотные цепи наступают, полный бардак, и твоя задача организовать в темноте людей, которые тебя не знают, не могут вообще быть. Ты, может быть, на игре в Москве, те люди никогда тебя не знали. И то, как будет звучать твой голос, как логичны будут твои аргументы, и как логичны будут твои угрозы в случае необходимости, от этого зависит успех всего дела. Вас всех перерубят как капусту, более грамотные парни, которые зашли и были более удачливы. Либо вы достигнете результата. Может быть, меньшим числом. И численность, она играет очень сомнительную роль. Автоматическое оружие, но снизила эффективность численности. Можете привести пример, когда вам приходилось командовать людьми, которые как минимум в два раза старше вас? Постоянно. Я был очень рано, стал командиром официальной команды. В 21 год. В Петербурге, наверное, был самым младшим. В 25 я был в Москве на самом крупном мероприятии в мире. Сутки на броне по Лигуна Лабина. Я забыл. Взятый, по-моему. И мне надо было организовать гарнизон самой важной точки. Мне выдали людей, которых я не знал. Был я и два моих бойца. И там больше 150 человек непосредственно моей роты. И там две роты, которых я активно принимал участие в их управлении. Люди, разумеется, не принесли никакого шанса инструмента. Нам нужно было закопаться, выстроить систему заграждений. И я за 15 минут всех построил, организовал. У тех, у кого были инструменты, они строили. У кого не было, таскали. Таскали материалы руками. А у тех, у кого не было ничего, они вытаптывали траву, чтобы расчистить сектор обстрелов. И за два часа мы врылись как надо. И мы продержались в три раза дольше, чем могли быть. Как вы думаете, почему они вас слушали? Не знаю. Трезвость, взглядов и то, что не боюсь испачкать руки. Я так же, как и они делал, я организовывал и успевал. Ну, наверняка, там мог это каждый делать. Неужели они каждого человека могли послушать? Все-таки здесь присутствуют лидерские качества? Лидерские качества всегда присутствуют. Я это не отслеживаю, потому что это часть меня. Последнее, чем я думаю, это о себе. Это неинтересно. О себе я все знаю. И давно забыл. И есть задача, она исполняется. Кто, как умеет хорошо руководить, он должен, прежде всего, уметь подчиняться. Я умею подчиняться. И как раз военно-тактические игры это место, где есть достойные командиры. Если в бизнесе я когда-нибудь мало встречал людей, которые намного... быстрее растут, то там есть такие люди, и там другой мир. И там нужно приложить свои компетенции туда, куда надо, и не помешать компетенциям вычисляющего насильства. Наверняка вам приходилось подбирать команду. На основе каких критериев вы это делаете? Потому что люди все разные. Может, несоответствие характера быть. Ну, это же чутье уже. Понимаете? Чутье – это совокупное знание и опыта. Прежде всего, это люди, которые... На нашей команде мы ударные команды, которые все время наступают, все время идут вперед. Это люди, которых все время мало. Дальше – это, конечно, железная дисциплина. Дальше – это, конечно, психологическая устойчивость и физическая устойчивость. Потому что трое суток провести в 28 килограммах снаряжения в экстремальных ситуациях без нормальной еды, сна, в холоде и в жаре, в мокрых, в воде и в вечных синяках, в максимальном стрессе – это сложно. И мало кто из гражданских обычно это выдержит. Это специфическое хобби. Это хобби людей, которые приезжают далеко, чтобы делать другу больно. Каких правил вы придерживаетесь при работе с людьми, чтобы это было эффективно? С какими людьми? С какими болями, так и в компании. Возможно, есть какие-то схожие моменты. Если ты можешь сделать, значит, они это могут сделать. Чтобы была опытная задача, должна быть четкая инструкция, как это сделать. И должна быть предупреждена необходимый ресурс. В бизнесе – это деньги, прежде всего. Это время, это кадры вокруг. В антарктических – это необходимая гневая мочь, численность, применимость к местности. Всегда по-разному. Как часто вам приходилось увольнять людей? И как это было? Я редко увольняю, редко нанимаю. Там занимаются более нерстоящие деньги. Я так понимаю, не было случаев, потому что, в принципе, изначально команда была собрана достаточно удачно? Безусловно. Безусловно. И потом люди бывают, уходят, они увольняют. А уход – это вообще особый случай, когда человек понял, что он не нужен. И компания поняла, что он не надо. Человек ушел, и все, и о нем забыли. Есть люди, которые возвращаются. Возвращаются в новых МПУ. У нас есть целый цикл сотрудников, которые… Череда, не правильно сказал. Сотрудников, которые поработали на разных должностях. Например, у нас сейчас стартап-директор. Он был моим личным водителем и курьером. Там лет лет назад. Сначала курьером, потом личным водителем. А сейчас это, по сути, глава компании с девятизначным оборотом. Но прощенки там много. И он создает компанию. Безусловно, это крайне незурядная личность. И мой хороший друг, но сам факт того, что есть. У нас еще бывает вертикальный мобильность. Когда человек устал быть управленцем, он снижается на более… На нижнее… Идет на понижение. И в компании воспринимается, что ему пора отдохнуть. Что он устал. И это надо восприниматься хорошо. А потом, когда он готов, набрался сил и знаний расти, если он готов. Бывает, не все готовы. Он может вернуться на свою должность или идти на повышение. Это нормально, абсолютно. То есть вы придерживаетесь такой логики, что человеку нужно в какой-то степени давать свободу, а не принуждение? Человеку вообще нужно давать полную свободу. Знаете, есть хороший армейский анекдот. Лежит столб, стоит сержант и толпа салендат. Вот вы, как товарищ офицер, что должны сделать, чтобы поднять столб? У меня спрашивают. Надо дать приказ. Кому? Нижестоящему. Верно. Сержант поднять столб. И такие люди только нужны. Управление. Детализация может быть только что-то нового и сложного. Алгоритмы они решают. А на уровне, чем более высокий уровень, тем более маркерные позиции вы должны делать. Это мой уровень сейчас, это особо финансовые модели и организационные структуры. И выделение необходимых ресурсов. Давайте поговорим о переговорах. Давайте. Начало переговоров. Проводите ли вы какую-то диагностику, либо чтение человека на первых этапах? Наверняка. Вы можете привести к какому-нибудь примеру. На что обращаете внимание? Может, на детали какие-то? Поведение? Ну, первое, на что обращаю внимание, мы находимся в центре города. Проблема с парковкой. Если ко мне едет человек, который хочет что-то мне продать, или хочет от меня денег, если он едет на машине, зная, что будет проблема с парковкой, 20-40 минут, то это первое, на что обращаю внимание, что он опоздает. И, скорее всего, не пустит. Что может говорить об этом человеке? Ну, во-первых, то, что он не пунктуальный. Второе, что он не умеет планировать. Если он со своим расписанием справиться не может, как он с бизнесом справиться? Никак. Это вылезет в любом случае. Ну, и потом есть фактор рациональности. Причем он едет на машине? Потому что он не может спуститься в метро? Я могу. Потому что он не может сделать свой логистический маршрут, так как он тогда вообще что планировать может. Или у него есть волшебная надежда на что-то. Самая опасная фраза в банке – я фартовый. В парковке в Санкт-Петербурге то же самое, в центре города. Это первое. Самое главное. Могу сказать, что люди, которые приезжают высокопоставленные, у них никогда не бывают такие проблемы. Они этот вопрос решают. А у них мало времени. И есть поводы опоздать даже специально. Но они этого не делают. В разумных рамках, разумеется. Далее, это, конечно, абсолютно все. Потому что многие вещи говорят. Какой у человека телефон? Кнопочный или айфон? Два телефона у него. Какой у него костюм? Какие ботинки? Как у него хуже на руки? Здесь все играет роль. Потому что Россия – это страна, где дедукция не работает. Потому что в России слишком много спонтанности. Поэтому ваша задача – анализировать максимальное количество данных. Но при этом не делать выводы из каждого. Вы должны делать общую картинку и образ. Главное – это то, как человек себя держит и как говорит. Сколько у него слов в предложении? Чем длиннее слово «предложение», исключая паразиты, тем более хорошо у него поставлено мышление. Мышление в информационный эпоху – самое важное. Знание можно гуглить. Процессы можно выстроить посредством автоматизации бизнес-процессов. Как он думает, как он принимает решения, как он рассуждает – самое главное. Потому что это то, на что он будет находить решение. Если взять мой бизнес как создание чужих бизнесов, у меня большая консалтинговая практика. Мне платят за мою бизнес-сордицию и за то, что я принимаю сложные решения. И только потом, уже как организатор, и пошел-поехал. Вы сейчас поговорили больше о таких внешних факторах. Обращаете ли вы внимание на позы, жесты, которые использует человек? Конечно, но это базовое НЛП. Это есть во всем и везде. У меня странная реакция на слово НЛП просто. Как хотите. Книжку, которую я считал в школе, называлась так. Что применимо было? Ну, жесты, мимика, движения. Как расположен к тебе человек, не расположен, ведом, ведется он. Как ты его ведешь? Если человек ведет себя определенным образом, то значит он определенно что-то хочет. Или знает, или не хочет наоборот. Варианты бывают разные. Бывали ли у вас такие ситуации, например, перед переговорами или в другой жизни, когда человек оправдывается несуществующими деталями, дабы избежать вашей встречи? Постоянно. Этих людей банят и все. Банят. Бан – лучший метод социальной защиты. Придерживаетесь ли вы какой-то тактики на переговорах? Разные переговоры, разные тактики. Какие тактики можете выделить? В зависимости от переговоров. Любые переговоры – это всегда вопрос позиции. У вас сильная позиция или слабая позиция? Вы покупаете или продаете? Вам надо или монополисты они, или они рядовые подрядчики? И каждая из этой ситуации, она моделирует дальше. Еще фактор времени, цены и качества. И ответственности. Готовитесь ли вы к переговорам? Нет. Ипровизируйте. Нужно точно ипровизировать. Но вы действуете по ситуации? Я полагаюсь на свой опыт и на то, что четко знаю перед переговорами, что я не хочу. Я получаю тезисную справку от настоящего звена, о чем будут переговоры, какие наши позиции, какая ситуация. Это у меня достаточно. Можно сказать, что я готовлюсь, но очень быстро. То есть я четко понимаю, с кем я иду общаться. Я о нем знаю достаточно много. Структура его активов, доходы, с кем у меня были конфликты. Наверняка это тоже своего рода подготовка. Безусловно, это подготовка, но это делает нечто исчезлие, и медленно, 30 секунд занимает. А можете привести опять же пример? Меня пригласили на разгон сети, по сути, ребрендинг сети одного ритейлера, монопродукта. И прежде чем я до них доехал, я уже знал, с кем у меня были конфликты, на чем они реально зарабатывают. И какие, скорее всего, у них будут интересы. Это бизнес интереса, они логичны. Это можно узнать. Какие самые сложные переговоры можете уделить? На государственном заказе с подрядчиком в Брянске. И с инвесторами из 90-х, которые рассматривали вариант передачи актива тебе на перестройку большого актива. Это очень тяжело было. Почему? Эмоционально это незаметно. Просто через 3 часа ты был в ужасе. Ты ушел молодцом, а потом в такси ты понимаешь, что пора мы в СПА. В чем сложность состояла этих переговоров? Энергетика, сложные разные позиции. И то, что люди пытаются найти простые ответы на сложный вопрос. Простых ответов на сложный вопрос не бывает. По крайней мере в бизнесе. Это были поверхностные вопросы и поверхностный ответ. Мир очень сильно усложнился. Если в маркетинге 5 лет назад было 3-4 позиции, то у нас сейчас только в диджитал маркетинге 12 человек работают. Это только диджитал маркетинг. Без там всех остальных аспектов. Успешно прошли эти переговоры? Да. Что на это повлияло? На том, что мы очень хорошо построили проект и смогли его защитить. И аргументировать то, что не так много игроков на рынке, которые могут им помочь. Хочевая фраза «помочь». У вас есть пример переговоров, которые являлись для вас тяжело эмоциональными? Далее переговоров нет, но потом отходник был. Что это за история была? Это был крупный клиент, которому я делал большой проект. Я презентовал его. И так как у нас с ними разница в возрасте более чем в два раза, и разный бизнес-опыт, и, скажем так, меня привлекли как креативщика на их лексику, хотя я ни разу не креативный человек, как человек современного бизнес-подхода, для того, чтобы разогнать и привести на новый лад, на новые рельсы их бизнес. И, разумеется, современный бизнес – это очень много тестирований, много скрупулезной работы, которая сложно спрогнозировать. И они искали простые ответы на сложный вопрос. И я доносил, что это сложно не потому, что я не могу, а потому, что усложнился мир. Потому что, если раньше было 3-4 маркерных показателя, сейчас их 200. И без Big Data, то есть анализ больших данных, на их ответы нельзя. А этих технологий в России практически нет. И было страшно то, что они меня услышали и поняли. И это было, знаете, не то, что неким разочарованием. Это было неким шагом вперед. Какими качествами должен обладать успешный руководитель? Любить людей. Но при этом помнить, что цель бизнеса – прибыль, а не люди. А так, все, что написано в других книгах дальше. Все правда. Сможете вспомнить самые тяжелые беседы? Не только в переговорах вообще. Личные или по телефону? Личные. Когда расходишься с партнером – это самое тяжелое. Это самое тяжелое. Потому что партнер – это... Соседа можно игнорировать, от жены можно уйти. Партнера нельзя не игнорировать, от него нельзя уйти. Просто. Это всегда будет вести к разделу активов и к взаимопретензиям. Объективным с обеих сторон. Партнерство расходится тогда, когда эта станция радикально невыгодна. Издевается через справедливость. Самое тяжелое. Что это было за история? Их было несколько. Любое партнерство имеет дату начала, дату конца. Со вторым всегда проблемы. Приведите любую из них. Самое тяжелое. Наверняка есть такое. Самое тяжелое – самое первое. Напишите этот опыт. Что за история, как вел себя человек, с которым это происходило? Он гулял между профессиональным и личным. Так всегда делают. Чем слабее позиция, тем более сходится все на личности. Чем более сильна позиция, тем человек больше с коней формально подходит. Самые сильные позиции у крупных компаний – они решающие из арбитраж. А самые слабые начинают рассказывать о том, какой-то мудак. Как вы держались? Нормально. Что говорили? По делу. Чем закончилось? Расхождение. Расхождение? Да. А бывали тяжелые обсуждения, которые заканчивались успешно? Успешно. Что есть окончание успешного обсуждения? Любое обсуждение, которое закончилось – это успех. Страшнее, когда обсуждение не заканчивается. И значит нет конечного результата. Если человек хочет закончить бизнес, тут, наверное, опять же, ситуация зависит. Все зависит от ситуации. Любая ситуация – это… Знаете, почему я не люблю свой кейс? У кого-то когда-то где-то конкретной ситуации прокатило. Это кейс. Все ли были довольны в этой ситуации? Довольны все, не бывают никогда. А вы? А мне все равно. Вам важно, что думают другие люди о вас? Сотрудники, которые выходят? Нет. О себе я все знаю. А если другому человеку важно, что ему нужно сделать, чтобы ему перестало быть важным? Возможно ли это? Как вы считаете? Пройти курсы гештальт-психотерапии. А в поле? На улице? На улице. Работать над собой и понимать, что всем на вас все равно. В конечном итоге у вас есть только семья, и то не всегда. И древнейшие друзья, которые и так все знают. Есть ли у вас какая-то типология людей, которую вы подразделяете на похожие группы? Возможно, на переговорах. На переговорах нет. Меня волнует только позиция. Сильная, слабая. Что надо, покупаем, продаем. А есть те люди, с которыми работается легче, чем с остальными? Чем сильнее человек, чем он обеспеченнее, тем проще с ним работать. Серьезно? А почему? Потому что человек заточен на результаты, он знает, что он хочет. С такими проще договариваться. Гораздо. Вопрос, чтобы у него было желание. Я не работаю принципиально с тузами, людьми, которые уже очень высоко в боках. Потому что для них все, что я делаю, это забавная история. Сегодня ему нравится, завтра мне не нравится. А у меня все-таки есть бизнес-планирование. И фактор эмоции, даже если это очень выгодно, это мне очень интересно. И я не работаю с людьми, которые не могут обеспечить своей амбиции необходимым ресурсом в срок. Пытались ли вас обманывать? Постоянно. Ежедневно. Как это происходит? По-разному. Самый яркий случай? Самого яркого случай, нет? Что-нибудь пониже яркого? Да это обычная рутина. Ну, не на бытовом уровне. Например, на переговорах у вас ярко пытаются. Переговоры, как и политика, и война, путь обмана. А какие виды обмана там бывают? Ну, любимая история. Извините, а что у вас в чеке написано? Прокатило 10 тысяч. Значит, не прокатило, вычеркиваю. А еще? Выдают несерьезную проблему за серьезную. Всегда вопрос цены, сроков и качества. Вот обманывают на цене, на качестве и на сроках. Те, кто помне, он понимает, что ему позволяет, а ему он утеря не позволяет. Те, кто поглупее, быстро парятся и уходят за рынок. Вы волновались когда-нибудь на переговорах? Очень давно. Как с этим справились? Опыт? Я не справился. Вы научились это использовать? Да. Как ты денешься с переговоров? Никуда. Как это на твою жизнь повлияет? Никак. Тебе к боку все равно, договоритесь вы или нет. Для этого простёте с таким же человеком. Переговоры – это часть политики, компании. А политика – это искусство соглашений. Цель любых переговоров – это соглашения. Либо прекращение дальнейшего общения. Но обычно это сейчас делается посредством дистанционного. Компативная переписка существует, мессенджер, коммерческие предложения и так далее. Если вас игнорируют, это тоже коммуникация. Потому что она односторонняя ваша. Вам приходилось выступать на аудитории? Конечно. И в разных ситуациях. Успешно? Как вы себя оцениваете? Меня не закидывали ничем. Как вы удерживаете внимание аудитории? Как, если есть страх, боретесь с ним? Страха нету. И разные ситуации. Если мы говорим о моей педагогической практике, людям интересно, что я говорю, и я большая диковинка. У вас была педагогическая? В том числе. Я вел элективные курсы и периодически выступал в университете. Как? Больный спикер. Мне не называть это так. Другое дело, это полигон. Это толпа вооруженных мужиков, которые старше тебя в два раза и тебя не видели никогда. Особенно, если это ночью. Это гораздо интереснее, поверьте. После этого боязнь публики в гражданку уходит навсегда. А другое дело, если у тебя стоит 150 дагестанцев, которые старше тебя на пять лет, которые только что приехали из республики, и вас кинули. И ваша задача это сказать им лично, что господа нас кинули, нам не заплатят. Это что вы сделали отлично свою работу, рискуя жизнью, будучи альпинистами промышленными, без квалификации. Вам не заплатят. Вот это было страшно. И то, насколько ты будешь искренний, они чуют тебя насквозь. Сельские жители, они чувствуют гораздо лучше человек, чем городские. А с чем это связано, как вы считаете? Закрытое общество, изолированный анклав, и обращают внимание на поведение, на более первобытные факторы, чем город. Там за одеждой не спрячешься, за статусом эфическим или реальным. Вы всегда были лидером? Не знаю. Мне всегда навязывали им быть окружающим. И получалось? Ну, в школе ты особо не поспоришь за очень. Как я понимаю, вы вообще не занимаетесь самоанализом? Нет. Зачем? Ну, для корректировки своего поведения. Ну, я действую по пути эффективности. Это эффективно или неэффективно? А как вы понимаете, что это неэффективно, если вы не анализируете себя? У меня получается лучше, или получается что хуже? То есть, смотрите за результатом? Конечно. Цепочка результата. Есть такая концепция производственной системы Toyota. Вот у них есть кайдзен. беспрерывное улучшение. Здесь то же самое. Есть маркерные точки, которые ты все отслеживаешь. Сделки, переговоры, управление. Как часто ты вмешиваешься на нижестоящие уровни? Как быстро у тебя появляются новые департаменты? Кто из твоих сотрудников потратил больше того времени? И кто получил меньше задач? Например, кто сделал, ты им описал, как открыть компанию? В нескольких листах провел инструктаж. А кому ты дал задачу открыть этот филиал? И он ответил, филиал открыт. Вот это идеальный сотрудник, идеальный управленец. Его ждет большое будущее. Потому что он уже в хорошем настоящем. И он уже смог реализовать себя достойно и не создав никому проблем. Люди, которые создадут проблемы, это ненужные люди. Прежде всего, они нужны сами себе. Потому что они сами с собой не могут справиться. самым они уже не нужны всем окружающим. Как вы относитесь к бизнесу? Все прикольно и не очень дорого. Вы понимаете, это как игру. Безусловно. Это прикольно и не очень дорого. А не очень дорого? Что подразумевается под этим? Ну, есть еще гораздо более дорогие, чем бизнес-стартап. Какие? Друзья. Ну, что вы посоветите человеку, который хочет научиться разбираться в людях? Больше коммуникаций. И надо четко понимать мотивацию каждого из них. Все люди разные. Во-первых, они живые и мертвые. Во-вторых, это мужчины и женщины. В-третьих, у них социальный статус. В-четвертых, у них есть возраст. В-пятых, у них есть образование. В-шествых, у них есть интересы. У-вторых, у них есть, у них силы с вами общаться. Национально их нет. А вот там все критериев, с которых вы должны прохвалить человека. Если вы справитесь с ними, поверьте, он будет намного проще. На все. Ну, в России, я же сейчас повторюсь, это страна, где дезиндукция работает плохо. Человек в рваных тапочках и рваных джицах может прийти и купить себе Бентли. В России? Да. А в Америке не так? В Америке, может, одна из немногих стран, где это тоже может быть так. А лощеный молодой человек, он может быть закредитован, как не знаю кто, и у него нет ничего за душой, кроме того, костюма этого телефона. Это история, которая сложно прогнозировать. Нужен более детальный подбор. Вы говорили, что стали командиром в 20 лет. Первый бизнес... Официальной командой. Официальной командой. Первый бизнес 15-18. Вам приходится командовать людьми, которые старше вас гораздо. Наверняка в бизнесе тоже приходится общаться с такими людьми. напрашивается вывод то, что возраст неважный. Какие качества важнее? Статус. Профессиональные навыки образования. Это бода возраста. А человек, который не обладает статусом и профессиональным образованием? Он не обладает какими-то безусловно есть, но не сильный. Может быть, есть талант. Что это за талант должен быть? Какие-то качества важны? Создавать что-то новое, интересное. Другое может быть интересным людям. Пожалуйста, блогеры. Что это не талант, что ли? Талант чистой воды. Это люди, которые порвали информационное поле. Они смогли доказать, что талант может пробиться сквозь все что угодно. Любое телевидение это история про кадры, рекрутинг, профессию, связи. А YouTube это если у тебя есть маломальский пятый айфон, ты можешь достиг успеха, если ты умеешь говорить со своей аудиторией на нужном языке и доносить ее в правильное время в правильном месте по парельному каналу коммуникации. Тогда да. Вы смотрите YouTube? Практически нет. А если смотрели, то кого? Разве топросы Дмитрия Юрьевича Пучкова, он же гоблин? Дудь? Не весь. Почти все исторические лекции. То есть исторические каналы, исторические лекции. То есть видео до 40 минут мне не интересует. Читаете литературу какую-нибудь? Мало. Раньше читали, какую предпочитаете? В школе читал крайне много. Военно-историческую, бизнесовую и про спецслужбу. Как думаете, это повлияло на вас, на ваш характер? Это фундамент. Это фундамент мышления. Без этого я бы не стал социологом. Отсюда не пошел бы все остальное. Это влияет на чтение человека? В той или иной степени. В спецслужбах, разумеется, были истории и про военную психологию, и специальную психологию, и так далее, и так далее. В том числе военная НОП. Военная пропаганда, психология, это по абазисам. Наверное, нет. Опыт, опыт. Хотите-ка я научиться коммуницировать с людьми? Коммуницировать. Бармен и официант часто лучше разбираются в людях, чем хороший предприниматель с 20-летним стажем, однако он торговал карандашами в том отделе. Сколько там переговоров правил? Три и два с бухгалтером? Собственно, поэтому эта рубрика и появилась, потому что среди людей разной профессии есть те, которые могут дать фору любому другому. К тому же профайеру, возможно, и мне. Вам спасибо, Роман, спасибо за ваш опыт, за ваш взгляд на те иные вещи. Я думаю, подписчикам это будет интересно. Спасибо, Сергей, за ваш проект. Спасибо, Роман, всего доброго. До свидания. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх, делитесь им с друзьями, а лучше смотрите сами. Подписывайтесь на канал, чтобы увидеть новые видео. Но самое главное, что это то, что следите за людьми и не оставайтесь на руках.